ну и снова здрасте сегодняшняя наша встреча она не просто так вот это сооружение дорогие мои телезрители афонтова и конечно подписчики моего канала голова садовая на ютюбе мы сегодня будем говорить о пирамиде и колпаке на этой пирамиде зачем это все нужно и как это сделать без ущерба и без каких-то финансовых особых вложений тот кто слышал от меня слово пирамида понимает что пирамида нам нужна для земляники садовой крупноплодной ремонтантной ну в принципе любая земляника на пирамиде будет расти хорошо но ремонтантная требует еще одной как бы такой вещицы это вот этот колпак сейчас вы увидите что там внутри и как его сделать вот кстати сказать как вы думаете является вот эта штучка садовым инвентарем да это степлер правильно является потому что я уже больше десяти лет пользуюсь именно вот такими степлерами есть поменьше есть побольше к ним правильно нужно подобрать скобы здесь есть шов сшиты два куска обратите внимание видите вот они скобы все просто все замечательно эти дуги стояли над луком защищая его от лишней влаги дожди идут просто ежедневно вот эти вот штучки я вам их уже показывала это прекрасные крепления но для таких вот тонких дуг полипропиленовых они защелкиваются хорошо никакой ветер это не растащит я вам гарантирую я хочу чтобы вы увидели что там внутри зачем это сделано чтобы вы понимали что ремонтантные ягоды это вам не просто так посмотрите как она себя чувствует да просто великолепно но ягода какая ну ну просто сказка посмотрите одна другой крашит ну представьте себе что в нашей родной сибири в конце августа в начале сентября ягода крупная сладкая душистая много да где вы такое видели конечно ремонтантная ягода лучше чем обычные традиционно плодоносящие сорта это же просто круто и вот зачем вообще нужна пирамида посмотрите на первом ярусе это основные кусты материнские мы будем называть да а у нее она уже выбросила массу усов причем каждый усик пытается укорениться вот посмотрите он укоренился и цветет укоренился и цветет вот в этом заключается вот ее заслуга она не только сама плодоносит она еще как бы и детки у нее плодоносят тоже то есть ягод будет огромное количество но для того чтобы это все получилось нужно конечно такой колпак который бы нижним слоем выглядел как укрывной а верхним слоем все-таки полиэтиленовая пленка ну извините все грязное потому что дождь тут исхлистал все без такого укрытия вряд ли что получится один укровной ничего не даст потому что он держит минус 7 температуру но это максимум шестидесятка держит но только держит но не будет нулевой но ведь и тепла не будет поэтому вы должны помнить что обязательно пленка она легко снимается на зиму и и оставлять не будем мы все укроем лапником и еще натянем прямо уже по лапнику тоже укрывной особенно весной прошу вас про ягоду не забывать иначе никакой ягоды не увидите значит смысл пирамиды вы понимаете это теплое укрытие до конца сентября для того чтобы собрать хороший угоря я даже сама поверить не могу хороший урожай земляники садовые крупноплодные в сибири даже на западе такого не делают на западе россии они там вообще много не делает кроме того что у них на рынке все растет у нас то все растет свое все замечательное значит поливать и кормить ее обязательно нужно конечно как только она отплодоносит постараться рассадить ее или уж оставьте все до весны если боитесь что она не примется вот так устроены растения у нас в саду и на огороде и в цветниках они в основном начинают развивать корневую систему это конец августа начало сентября вот именно в это время нужно дать и калий и фосфор но кому-то и азот земляника азот переносит хорошо у нее нарастает зеленая масса а чем больше будет листьев тем лучше она сохранится и вы об этом должны помнить может я быстро говорю но у меня столько информации что я просто от нее захлебывать поэтому слушайте всегда внимательно сначала и до конца и тогда вы будете понимать что делать то ничего особенного не надо ну полить то вы можете ну подкормить то можете но настоять хлеб ну настоять сброшенную траву то есть дать ей например вот этой ягоде сложно сейчас дать сульфат калия суперфосфат она же нам ягода дает но весной то вы можете это сделать но не поднимать его не опускать я не буду точно и до конца сентября он будет над этой пирамидой ну и все на этом пока но мы еще вернемся к ягоде а